Дорогие друзья, мне вновь очень приятно приветствовать вас на программе по исследованию Священного Писания. Как я уже говорил в прошлый раз, мы коснулись книги Евангелия от Иоанна, где Иоанн очень много внимания обращает на чудеса, которые Христос совершал в Своем земном служении, для того, чтобы еще раз подтвердить Его божественную личность для всех тех, кто в будущем будет читать это Евангелие. Мы коснулись уже нескольких очень интересных событий в предыдущем уроке из жизни и служения Иисуса Христа. Сегодня коснемся одних из самых ярких, таких как, например, исцеление Лазаря. В этом всем мы стараемся увидеть Божью руку, Божий замысел, то, что хотел Христос рассказать или открыть своим ученикам, ну а значит и нам с вами. Поэтому добро пожаловать на исследование Библии. Бог наш, мы вновь благодарим Тебя за эту возможность сегодня прикоснуться к Твоему священному Писанию, исследовать, Господи, особенно эту книгу Евангелия от Иоанна. И просим, Господи, Духом Святым, коснись каждого из нас, чтобы мы глубже поняли ту весть, которую Ты когда-то записал. Помоги, Господи, чтобы открылась нам эта весть, мы ее приняли и служили Тебе. Благослови также всех наших зрителей, Господь. И да прославится имя Твое за все, как Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Спасибо, братья, что вновь тут. И мы можем и дальше исследовать эти интереснейшие события из жизни Иисуса Христа. Перейдем прямо сразу к следующей главе в наших своем исследованиях. И сейчас это будет шестая глава. Я бы хотел, чтобы мы прочитали с 1 по 14 стихи. После всего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейское в окрестности Тевериады. За ним последовали множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору там и сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи, увидел, что множество народа идет к нему. Иисус говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить. Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки, но этого для такого множества недостаточно». Иисус сказал, «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус взял хлеб, воздал благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежащим, так же и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказали ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками, и от пяти ячменных хлебов оставшиеся у них, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Уже в нашем первом с вами уроке по разбору Евангелия от Иоанна мы говорили в самом начале, что даже ту воду, которую Христос превратил в вино, Он этим всем хотел не просто решить проблему семьи, которая готовила к свадьбе, а Он хотел что-то особенное сказать своим последователям этим действием. Что же имел в виду Христос или чего хотел Христос, когда решил накормить такое большое количество людей? Ведь я же понимаю, что, наверное, по большому счету, люди в те времена, которые отправлялись куда-то в какое-то путешествие, даже если оно было не слишком дальним, они знали, что, ага, мне надо с собой взять на день прозапаска чего-то, какой-то еды, потому что не было, как сейчас, там, ага, ну зайду в Иннаут или в Макдональдс и что-то себе куплю. То есть, скорее всего, они к этому каким-то образом готовились. Не думаю, что они бы там умерли с голода, да, если бы Христос не совершил это чудо. Значит, Он преследовал еще какую-то цель, делая вот это, кормя этих людей. Что это было за идея? Здесь недаром упоминается Пасха, да. Вы помните, что, как мы уже говорили в прошлом уроке, мы упоминали, что Господь перетворил вино. Значит, то есть, это напоминание египетских, да, язв, которые, да, кровь там была, тоже красная. То есть, это людям все напоминает. Здесь то же самое происходит, им напоминает об исходе из египетского плена, да, когда Господь их выводил своей чудной рукой, и потом Он в пустыне им давал хлеб. Каждый день манна Божия падала и воздавала. То есть, Христос здесь, в принципе, идея второго Моисея, она четко, ясно просматривается, и здесь Иоанн это показывает именно в этих чудесах. И мы видим, что Христос, в принципе, запланировал, Он знал, что Он будет это делать, потому что Он хотел людям напомнить те истории, да, которые когда-то были, выход из народа израильского, из Египта, а также мы видим вот этот манна, которую Господь на протяжении 40 лет кормил свой народ. Да, пользуясь моментом, хочу прорекламировать опять этот фильм, этот «Избранник» или «The Chosen». Да, потрясающий фильм, и мне понравилось, как создатели этого фильма подвели историю вот этой проповеди, что на самом деле Иисус готовился к проповеди, там был Матфей, который помогал Ему. Была это правда, не было, не знаю, красиво. В любом случае, как размножение произошло, тоже было очень интересно. Ревел, как всегда, я не сдержался, красиво. Но мне кажется, вот здесь большая такая тема. Еда и ничего не пропало. И ссылка есть на Моисея, манна тоже не пропадала, как бы давала столько, сколько нужно было, собралась 12 коробов, да. Но я больше вижу, как бы, заботу, заботу о народе, потому что он учитывал их нужду, самую базовую нужду, что им нужно просто покушать. Мне нравится его порядок, как бы, рассел, как бы, что есть, очень так, систематически. Мне нравится его эффективность. Я не знаю, как перевести это слово «efficiency». Не «effectiveness» и не «productivity», а «efficiency» — это как он так попищат, что быстренько раздали и так далее. И что он всегда, как бы, я уже упомянул, не теряет, как бы, нет потери после него. Я в этом вижу, как бы, божественное такое вот его выражение в этом. Как бы, ну и непосредственно, как все это на самом деле выглядело. Мне очень интересно узнать, когда там будем. Хотел бы все это пересмотреть и просто понаслаждаться, как все это гениально было сделано. Конечно же, пророк Илья, когда давал масло для вдовы, вот, и, в общем-то, чудо с едой не впервые уже совершалось. И тогда тоже сколько было бы сосудов, столько было и масла, да. Вот. Здесь, наверное, нужно быть больше в том контексте, потому что те люди сделали вывод, что Иисус необычный. 14-й техник говорит, что они говорят, это именно тот пророк, который должен был прийти, именно тот, которого обещали. Вот. И настолько на них произвело это впечатление, что библейский техник говорит, что они решили силой его схватить и сделать своим царем. То есть они поняли, вот, на основании всех этих идей, которые Василий говорил, вот, что другого варианта не может быть. Пасха. Мессия должен прийти перед Пасхой. Он должен совершать чудеса, которые делал, вот. Но с другой стороны, друзья мои, я все-таки не упускаю из виду учеников, что Иисус в первую очередь работает со своими учениками. Он их готовит. Он им показывает, чтобы они верили. И та фраза, которую мы когда-то обсуждали, что вот надо верить не только на чудесах, она и к ученикам относится, потому что они должны укрепиться, что придет время, когда не будет чудес, его рядом не будет, но нужно продолжать верить. И вот Иоанн это нам будет постоянно повторять. А почему Иисус не захотел стать царем? Ну, вы подумайте только. Если бы он получил эту власть, насколько большим было бы его влияние и на народ, и на тех же фарисеев и суду Киев? Ну, кажется, что весть при таких условиях она могла бы достичь гораздо большего количества людей. Но он не хотел сделать царство Божие на земле. Он делал его на небе. Как бы это, я, может, мысль украл всех остальных, как бы это, на самом деле, так было, то, что если бы он стал царем, вряд ли бы его распили. Нет, ну, может, он бы не занимался политикой, не занимался какими-то вопросами. Ну, или бы решал это бы по-другому. Мы же все об этом мечтаем. Ну, смотрите, надо, во-первых, сказать, что Мессия — это и есть и царь, и первосвященник. То есть он был царем. Но он не тем был царем, который люди хотели. Вы понимаете? Люди хотели какого царя? Земного, чтобы вот тут он сидел, нас кормил, развлекал чудесами, и нам было хорошо. То есть новый Колизей построим, где нам будет все хорошо. Будет хлеб, будет зрелище. Но Господь, у Иисуса в Мессии совсем другая миссия, понимаете? Он есть уже царь, но он не тот царь, которого люди ожидают. И я что еще хотел здесь заметить? Я не знаю, вы заметили, наверное, здесь в 10 стихе, в 6 главе говорится, да, что там было много зеленой травы. О чем это говорится? Понимаете, что каждое слово, которое записано, оно не так просто, да? Пажите зеленые, да? С Псалмом, да? Здесь Христос, он четко ясно, он здесь, как и Моисей, как и Мессия, как и царь, как и первосвященник. Мы видим вот это все, и как пастырь, который ведет, он заботится о людях. Интересно, что Иисус скажет Пилату, что царством ее нет мира этого. И вы знаете, Священное Писание будет показывать нам постоянно вот этот момент, что ведь израильская власть к тому времени, религиозная власть уже полностью срослась с политической властью. И вот этот вот союз, он будет много беды делать. И делал в жизни израильского народа, потому что и пророчества были искажены, не так понимались. И даже среди учеников, вы понимаете, вот эта мысль была о том, что он станет царем, мы сядем справа по лево, по левую сторону, мы будем царствовать, и здесь как бы мы сбросим римлян, и мы будем на высоте. И потом в пророчествах Данила у нас есть другая религиозная сила, которая принимает на себя политическую власть, и вместо того, чтобы это принесло пользу, оно будет приносить огромный вред. И мне кажется, что Иисус поэтому всячески удалялся от политической власти, потому что он понимал, что грешному человеку дай власть, и оно к добру не приведет. То есть получается, что ну есть же такая тенденция в Соединенных Штатах Америки, в протестантских кругах, что вот если мы изберем своего президента, который будет отстаивать наши ценности, то тогда мы станем вот силой непобедимой, которая будет нести благую весть в Евангрии, обращать все народы, которые еще не знают о Христе, вот, огнем и мечом, к Богу. Значит, это неправильный путь, к которому стремится современное христианство сегодня. Конечно, потому что история четко и ясно показывает. Там, где религиозная власть соединяется с политической властью, что происходит? Казни, уничтожение и так далее, и тому подобное. Поэтому в этом и есть огромная опасность. Поэтому и Иисус четко и ясно отделяет, что он сказал? Кесарю отдайте кесаря, а Богу Божьи. То есть он четко и ясно разделяет эти две власти, которые, и пока мы уже знаем, на этой земле, где мы живем, пока эти две власти будут раздельны, здесь будет свобода вероисповедания. Как только эти власти соединятся, мы прекрасно знаем из истории, что происходит. Начинается гонение, уничтожение тех, как бы инакове. почему религиозные институты они хотят политическую власть, потому что они не могут решить определенных проблем. Ведь то, что церковь должна делать, это воспитывать общество, обращать его, обращать к Господу, но к сожалению они настолько закостенели, что они этого не делают, и они хотят, чтобы политическая власть решила эту проблему. Понимаете? То есть вот в воскресенье у них не ходят люди в церковь, вот это надо издать закон, чтобы приходили, понимаете? Допустим, они там не могут решить однополые браки, то есть все, это христианским методом воспитания и всего остального, тогда давайте государство решить. И вот этом опасность есть. Еще такой момент, на который хочу обратить ваше внимание именно из этой шестой главы. Мы видим, как Иоанн тут цитирует вот эти слова Иисуса Христа, где он говорит, я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет талкать. И вообще во всем своем Евангелии Иоанн очень часто передает вот эту фразу, которую Христос говорит, я есмь. Какова цель? Но этими словами он себя сравнивает с Богом. Вот опять воспользоваться возможностью, сделаю бесплатную рекламу этого фильма про Иисуса Христа, сайт thechosen.tv и там есть сцена, которая именно вот про это говорит, где он пришел назад в свой город, это не про это, конечно, в свой город, и где в синагоге он начал читать. И когда он читает, а про него уже наслышались, про него наслышали, что он называет тебя сын человеческий. Это его рэбби, был его учитель, это его все, это все его знакомые. И он становится, и ему в лицо задают вопрос, и он говорит, что I am the law, типа я еснь закон, и вот эти вот выражения я еснь постоянно использовал в этом, как бы, если взять все Евангелие, чтобы сравнить, потому что Бог называл, что я еснь, и когда он говорил я еснь дверь, я еснь как бы свет, я еснь хлеб, жизнь воскресения, да, и так далее. Это ставит тебя на тот же уровень, как и сам Бог. Но поняли ли люди, что он на самом деле вот тот я еснь? Да, вот это очень интересно, вы посмотрите, апостол Иоанн, он четко ясно связан с той манной, которую получали. И посмотрите, на протяжении сорока лет многие люди питались этой манной, но они не вошли. Почему они не вошли? Потому что они не приняли истинного, истинный хлеб они не испытали. Христос говорит, вот я есть истинный хлеб. Вы не будете алкой, то есть вы достигнете вот той вечной жизни, или скажем, новой земли, в которую вы стремились дойти. Если примите меня как свое восприятие. То есть, Господь говорит, подай нам хлеб на каждый день. То есть, конечно, физический хлеб нужен, но Христос обращает свое внимание на идею того, что есть что-то выше, чем вот это земное. Ведь поймите, сейчас вот эти люди, которые их хорошо покормили, они о чем думают? Они думают о вышнем? Нет, они вот царя хотят, слушай, вот как нам хорошо, да? Они не думают о каких-то высоких, и Христос их переключает. И позже даже апостол Павел будет говорить, да, смотрите, они ели, но они не достигли, они ели тот же самый хлеб, но они не достигли, указывая, что вот именно Иисус, Я есть, вот этот вечный, да, потому что для того общества хлеб был очень, очень огромную роль играл. Если нет хлеба, все нету жизни, да? И это был как бы центр жизни, да, хлеб, это была жизнь. Поэтому, переводя вот с этой житейской, вот то, что нам нужен хлеб, он переводит на духовное, показывая вот истинное, да? И вот это самое главное, потому что вот именно Он вас может привести туда, в обитованную землю, в Новый Иерусалим. Вы знаете, что Иисус же говорил по-арамейски, и, конечно, мы сейчас читаем греческий текст, и вот слово, греческая фраза, Игоеми, Я есмь, она же, этой фразой переведены слова из книги Исход, когда Бог является Моисею, и говорит, Я есмь сущий, или есть тот, кто Я есть? И, конечно же, когда люди слышат слова Иисуса, когда Он говорит, Я есмь сущий, они понимают, что это не просто слова. И дальше в этой главе мы видим, что слова Иисуса, Я хлеб, с неба сошедший, вызвали ропот иудеев, потому что они сольюрить, как, подожди, как ты можешь себя так называть? Мы же знаем, кто твой отец, то есть люди понимали, может быть не все, не сразу до конца, там все тонкости и детали, но когда Иисус постоянно употреблял эту фразу Игоеми, оно вызывало определенную реакцию, особенно у ученых людей. То есть Он знал, ну не то, что Он знал, Он понимал, что люди должны об этом узнать, а примут, не примут, это уже будет выбор каждого человека. Мы живем с Вами в такое время, когда вот это очень интересно, но божественная природа Иисуса Христа тоже очень часто поддается всяким там сомнениям, дискуссиям и так далее. Был ли Он на 100% человеком, или Он был только там, как ангел, созданный Богом и так далее и тому подобное. Что же мы сегодня должны взять за аргументы, чтобы сказать, что, эй, нет, Иисус это Я-весим, как Он о себе и говорил, ну, в том числе, здесь, в Янгле, это Янг? Конечно, мы можем множество различных библейских текстов приводить, их достаточно в Библии, которые показывают четки на уровне лексики и на уровне поступков, что Иисус это не просто сотворенное существо, это Бог, который пришел в оплоте. говорить о том, насколько Он был человеком в процентном соотношении, мы же понимаем, что мы все равно заходим в ту область, где мы не можем познать Бога больше, чем Он нам открывается. И апостол Павел интересно написал, он говорит, великое благочестие тайна, Бог явился в оплоте. Поэтому есть вещи, которые мы не можем досконально объяснить, но мы знаем, Иисус был на земле, как говорится, стопроцентным Богом и стопроцентным человеком. Даже есть теория, что как это Бог может быть человеком. Это невозможно. И следовательно, есть аргументы с обеих сторон. Если мы, конечно, хотим в одном себе доказать что-то, мы, конечно, найдем себе любимую свою теорию и по ней будем жить. На самом деле, когда даже в контексте как работает пророчество, как соединяется Дух Божий с грешным человеком, чтобы Бог через него сказал слово. Мы даже не знаем, как происходит синтез грешного тела, падшего с этим Духом. Мы не узнаем. И в этом находится тайна. И мне кажется, вот в этот компонент веры, что нужно просто поверить, что он был и человеком, и Богом одновременно. Как это выглядит? Или как на самом деле происходит возрождение человека? Где момент рождения человека, когда он вновь рождается? Мы не знаем. Это тайна. Это одна из этих тайн, что просто поверить и все. А когда мы берем крайности, вот у нас и движение начинает. Бога мы понять не можем. Если мы поняли Бога, он же не Бог. Понимаете? Поэтому нам дано достаточно информации для того, чтобы понять то, что нам нужно для спасения. Для меня лично самым большим доказательством, что Иисус был Мессией, то есть Сыном Бога, это пророчество книги Данила, которое четко и ясно, предсказав всю историю человечества до сегодняшнего дня, он четко и ясно указывает даты, года, когда будет Мессия распят, и когда он уйдет на небо и так далее и тому подобное. Эти все детали, мы уже много раз исследовали это, и оно для меня является самым большим. Евангелие четко и ясно потом открывает и дополняет вот эти все моменты. Но книга Данила для меня лично, я думаю, для многих она четко и ясно показывает, вот Мессия, вот Он пришел, вот Он умер, в то же самое время. Ну да, можно было бы тут еще только вспомнить слова, когда к Иисусу Христу обращается Господь мой и Бог мой. То есть для нас, наверное, лучшим примером, ну я о себе скажу, для меня лучшим примером являются сами ученики, их отношение к нему, как они его называли, о чем они говорили, о чем они потом учили позже, когда уже Христа не было на этой земле. Я думаю, что как вы уже сказали, до конца разобрать эту природу мы не сможем, но если мы не принимаем Иисуса Христа как Бога, то смысл христианства, он теряется вообще. Поэтому надо исследовать и смотреть, что же Библия пишет по этому поводу. Хорошо, идем дальше. Я бы хотел, чтобы мы обратили наше внимание на еще одно событие из жизни Иисуса Христа. Теперь это будет уже девятая глава Евангелия от Иоанна. Мы прочитаем с первого по шестнадцатой стихи. Иисус, проходя мимо, увидел человека, который был слеп от рождения. «Раби, почему он родился слепым?» спросили его ученики. «Кто согрешил, он сам или его родители?» «Не согрешил ни он, ни родители», ответил Иисус. «Слепота его для того, чтобы благодаря ей стали явными дела Божьи. Пока длится день, мы должны исполнять дело того, кто послал меня. Скоро ночь, когда никто не сможет трудиться. Пока я в мире, я свет миру». Сказав это, Иисус плюнул на землю, смешал слюну землей, помазал ему глаза этой грязью и сказал, «Вступай к Селамскому пруду» «Селам» значит посланный и умойся. Тот пошел, умылся и стал зрячим. Его соседи и другие люди, которые видели его просившим милостыню, стали говорить, «Как? Это тот самый человек, который сидел и просил милостыню». «Да, это он», отвечали они. «Нет, он просто похож на него», возражали другие. «Это правда я», сказал сам человек. «А как ты стал видеть?» спросили они. Человек, которого зовут Иисус, смешал слюну землей, помазал мне этим глаза и сказал, «Пойди в Селамскому и умойся», ответил он. «Я пошел, умылся и стал видеть». «Где он?» спросили они. «Не знаю», говорит он. Человек этого, который был раньше слепым, приводит к фарисеям, а день, в который Иисус это сделал, исцелив его от слепоты, был в субботу. Фарисеи тоже стали спрашивать его, как он стал зрячим. «Он наложил мне на глаза слюну, смешанную землей я мылся и теперь живу», ответил он. «Это человек не может быть от Бога, потому что он не соблюдает субботу», заявили тогда некоторые из фарисеев. «Но разве грешный человек может, совершать такие чудеса?» возражали другие. И между ними разогрелся спор. Очень интересная история, опять связанная с субботой и исцелением. И я бы хотел, чтобы мы чуть-чуть об этом о всем поговорили. Но давайте сначала вернемся к самому началу, когда ученики задают вопрос, по какой причине он родился слепым? Это он виноват или это его родители виноваты? Почему Иисусу было важно ответить на этот вопрос? Или почему этот вопрос интересовал учеников? Ну, потому что культура была такая. Ты, если был здоровым, богатым, еще мужчиной, то ты считался просто один шаг, и ты уже на небесах, понимаешь? Потому что ты еврей, это наследство и все остальное. То есть считалось в том обществе, если ты здоровый, ты благословен Богом. Если ты больной, значит, ты проклят Богом, значит, ты где-то согрешил, значит, что-то случилось, и в этом твоя вина, вина твоих родителей, прабабушек, прадедушек. Поэтому Христу надо было, как говорится, выровнять этот момент и сказать, слушайте, ни он не виноват, ни его родители не виноваты, но для того, чтобы было прославлено имя Божье. Урок для нас, для современного христианского общества. Но болезнь не значит проклятие. Проклятие, да, это нужно знать. Мне просто, что интересно, на то время уже книга Иова уже была, и там написано, что если у человека болезнь какая-то, не значит, что он в чем-то все грешил. И все равно они задают тот же самый вопрос. Это подтверждает того, что якобы мы не слышим, что говорит, или не знаем, что говорит книга пророка Иова, чтобы мы не возвращались к этому вопросу. Помните, если у нас здесь беды, если нам здесь плохо, и мы страдаем, это не значит, что Бог от нас отвернулся. Ни в коем случае. И это такая вот яркий пример того, что вот прямо вот, как еще сказать по-другому, Иисус говорит в этом случае. А для меня урок такой, что тебя не должны интересовать чужие болезни. Ты спрашиваешь о своих болезнях, по какой причине и зачем. А чужих Бог сам разберется. Ты молись за человека, и Бог знает. Ну, не в том смысле, что помогать не стоит. Я уверен, что это... Да, да. Помогать нужно. Интересно, еще один вопрос из этой истории. Почему таким сложным методом Христос исцеляет глаза этого слепого человека? Я лично думаю, что потому, что это была суббота. Вот, я тоже хотел сказать, но это же суббота. Это мой следующий вопрос. Это же суббота. Он берет, делает эту смесь, мешает. Это же прям целая процедура, как надо сделать какое-то лекарство, пластырь или еще что-то. И тем более, он это делает не для человека, который стекает кровью и надо остановить кровотечение, он делает для человека, которому, по сути, можно и завтра исцелить. Но человек исцеляется, когда, вы заметили? Когда он уходит, купается. То есть, опять, это исцеление на расстоянии. А с другой стороны, когда в последний раз Бог мешал руками глину с водой, вы понимаете, это Бог... Творение. И он показывает, Иисус творит нового человека. И вся эта дальнейшая история будет нам показывать, как этот слепой прозревает во всех смыслах, а все зрячие, все слепнут во всех смыслах. Так давайте сразу об этом и поговорим. Ну, то есть, давайте так, по порядку. Мы видим, что очень важный урок, который мы находим именно вот в этом процессе исцеления, что Христос проявляется как создатель, да? Как Саша очень четко подчеркнул, как тот, кто создает нового человека в данном смысле. Если тот был слеп, во всем давайте, во всех аспектах давайте возьмем, то сейчас он может прозреть. И тут как бы есть посыл на духовное преобразование человека, что если он был слепым, то Христос может дать ему новое рождение. Об этом будет очень много говорить апостол Павел о новом рождении. Но почему тогда кто-то, скажем так, прозревает, а кто-то остается слепым или наоборот становится слепым? Опять же, это же был выбор. Ты видишь, у них произошел спор во фарисеях. Потому что они думают, слушай, мы помним там, да, у Вефезды тоже там исцеление произошло, тоже в субботу. Мы там повозмущались хорошо. Слушай, тут второй раз. Но не может же человек, ладно, там может быть нечаянно случилось и чудо. Но не может быть два раза, да, не может два раза попасть. То есть, многие уже задумались, у многих пошло что-то движение. То есть, это был выбор, да, куда им верить и что им делать. Но интересно здесь тоже заметить, как уже Саша сказал, что Бог творит, да, Он мешает. Но в то же самое время Он был слеп. А что было до творения? Была темнота. И вот этим самым здесь Иоанн четко и ясно говорит, что это тот, кто творил. Он способен опять вернуть зрение, вернуть свет, как говорится, потому что у человека была тьма, да, и таким же образом, как он творил человека. Адама и Еву каким образом он творил. И поэтому это был выбор фарисеев-книжников. Что? Поверить или, скажем, отвлечься? Потому что вера, в принципе, это и есть выбор. Да, мне нравится вот эта вся динамика этой главы, так интересно описывается. Смотрите, этот человек прозревает, сразу его на допрос. С пятой главы уже за Иисусом охота, уже идет, понимаете? И начинается процесс, кто этот человек, он рассказывает. Вначале говорит, это человек Иисус меня исцелил. Потом говорит, ну вообще-то, как бы он был пророком. В конце концов, он признает Иисуса Богом. А эти все наоборот, он говорит, не мог он исцелить, да он грешник, да он такой, показан процесс, как один прозревает, принимая Христа через свой собственный выбор каждый день. С другой стороны, как фарисеи и родители и люди, вот Илья, когда читал первый отрывок, вы смотрите, люди видели его каждый день сидячий, говорят, нет, это он, это похоже на него, это не может быть он, понимаете? То есть, что происходит в мозгах у людей? Настолько им сложно принять то, что Бог делает. Я, знаете, о чем еще думаю. Другой раз, сколько бы ты аргументов и фактов не приводил в пользу того или иного вопроса в защиту Библии, Бога или что угодно. Если человек не хочет это принимать, ты никаким образом его не убедишь. То есть, получается, что если человек не идет к Христу за прозрением, то шансов, что он каким-то другим образом прозреет, их просто нет. Да, вера это не математика. Я очень люблю математику, можно что-то доказывать, теоремы, там все остальное. Вот веру невозможно доказать. Если нету Духа Божьего внутри, то ты не докажешь человеку, просто аргументом его приперев к стене. Но я вижу здесь более как даже нет этого компонента. Я вижу как бы рационализм. Они из-за того, что для них суббота стала претновением. Камни претновения. Потому что они так интерпретировали субботу, и из-за этого для них это невозможно. Ну как это? Ну если субботу, ни в коем случае наша суббота интерпретация не может быть нарушена. И вот для меня это тоже. Для многих из нас наши предпосылки, наши предвзятости, они просто этот, например, у меня Динь говорит, Илья, хорошая книга. Вот если бы написал ее мужчина. Я бы думаю, может специально тебе Бог поставил женщину, чтобы ты прочитал, и чтобы тебя смирить, что как бы не убивай почтальона, посмотри на весть. Или афроамериканец, или азиат. Ты что, расист что ли? То же самое, как бы посмотри на суть, на субстанцию, и они просто отказываются это видеть. И насколько ты смотришь на Бога, как гениально все. Это тест, это большой тест. Смиришь ли ты свою выю, свою шею перед Божьим посланником, чтобы признать. Они просто не смогли. И это я вижу, с моей точки зрения, линейно, если так думать. Это был первый шаг, что они не признали, что есть вариант, что есть по-другому интерпретация соблюдения субботы, и после этого все пошло дальше. Конечно, там больше было. Да, да. И других причин, да. Мне кажется, об этом мы уже вспоминали, или это было в предыдущем уроке, или даже в этом, что нам сегодня нужно быть очень внимательными. Потому что, согласитесь, что и в наших отношениях с Богом есть много традиций, каких-то там образа определенного жизни, или каких-то взглядов на те или иные вопросы, которые связаны в общении со священным писанием, а с культурой, с обстоятельствами, с периодом, со временем, когда это все родилось и начало существовать в нашей христианской или религиозной жизни. и иногда это может нам закрывать глаза, чтобы увидеть что-то другое. Как это надо быть внимательными и аккуратными, чтобы не рубить с плеча, а попробовать разобраться, исследовать, не говорить, да нет, это не может быть от Бога, как сказали фарисеи, да. А, хорошо, давайте сядем, посмотрим, а ну рассудим, так-сяк. Ну, если есть библейские аргументы, то, значит, надо это принимать, а если нету библейских аргументов, ну тогда, скажем, слушай, помолиться даже об этом. Да, да. Если возможно на 32 и 34 текст обратить внимание, слепорожденный уже им проповедует, там куча аргументов, он говорит, слепорожденного сделает зрячим, о таком никто и никогда не слышал. То есть он точно от Бога. Их аргумент, ты вообще-то грешник, ты за эти грехи болел, и тебе нас учить и выгоняет его. Вы понимаете, то есть почему Иисус отвечает на этот вопрос ученику, ученики задают тот же вопрос, который в голове у книжников и фарисеев. Он болеет, потому что он грешник. А грешник не может учить нас. И вот интересно, что грешник, который общество считает грешником, принимает Бога, а праведники его отвергают. Очень интересные мысли, есть над чем подумать. Но мы с вами идем дальше и сегодня мы закончим наше размышление над 11 главой Евангелие от Иоанна. Невероятные события, которые произошло в истории служения Иисуса Христа. Там много стихов, потому что там целая глава, поэтому давайте мы просто в нескольких словах вспомним, о чем там идет речь. Идет речь о воскресении Лазаря. Это очень известная история. Она имеет очень много компонентов, но в принципе здесь говорится о воскрешении. То есть как он заболел, умер, и как ожидали Иисуса, как Иисус пришел, воскресил его. То есть вот эти все диалоги там записаны. Хорошо. В этой главе, в этом повествовании есть такой момент, когда Иисусу говорят, что Лазарь, друг твой, заболел. Но Иисус не спешит идти его исцелить. То есть он заранее нарисовал для себя план, что окей, давайте я дождусь, когда он умрет, а тогда уже будем решать этот вопрос. Опять мы видим сострадание Иисуса ко всем больным. И мы должны всегда учиться этому. И я уверен, что это решение остаться было для него болезненным. Как это оставить, то, что он любил его, близким другом его, семейным другом, да, как это остаться, когда я могу прийти и его спасти, но для того, чтобы и он плакал, и несколько дней, получается, через это, чтобы показать славу Господнюю. Да, он знал, что мог его воскресить. Знал ли он, что он может его воскресить? Понимаете? Да, он мог, как бы, но это впервые, он воскрешал, получается, абсолютно, как бы, человек, который разлагался. Который точно мертвый, это не какая-то клиническая смерть или еще что-то. Это уже, наверное, да. Тогда верилось, что слепорожденного нельзя исцелить, только Бог мог исцелить. А здесь тоже Христос задерживается, чтобы было четыре дня. В принципе, Христос мог давно туда прийти, но он задержался, он еще под другим делом ходил, как говорится, даже чуть-чуть со своего курса сошел, который не полностью туда, куда нужно было идти. Для того, чтобы показать этим людям, всем, и будущим поколениям, что он есть Бог, Мессия. А каким именно образом тут проявляется Христос, как Бог? Опять, как Василий уже сказал, он сделал немыслимое на то время. Как бы, это невозможно, и этим демонстрирую, как бы, насколько, если ты Бог, насколько все возможно. Что, например, воскрешение человека, воскрешение человека, оно безграничное. Вот у меня в практике, у меня вопросы к завещанию, люди спрашивают, ну, просто документ составляем, говорю, в случае, как бы, вашей смерти, вы хотите, что воскримировали, либо хоронили? И все протестанты, нет, мне нужно, чтобы хоронить воскрешение, и все такая. Думаю, ну, на самом-то деле, да, может быть, есть какое-то теологическое основание, почему воскрешение, ну, может быть, аргумент есть, что как бы все в одном месте, хоть более-менее мы все в прах, что хоть в одном месте. У Иезекииля Господь собирает. Да, да, да. Хотя, с другой стороны, я говорю, но когда ты раз, этот прах, там надо океанов, многие такие желания есть, как бы он в разном месте, но это говорит, что, по сути дела, не важно, где ты, Бог собирает, наращиваются мышцы, и воскресение будет нас, мы будем воскрешены, как бы, это такая хорошая демонстрация, мы, это, кстати, пользую для, один из причин, как можно с людьми заговорить о их религии, как бы, о религиозной или нет, тому, что многие православные хотят, чтобы их так хранили, мусульмане, чтобы их так хранили, как бы, протестанты, чтобы так хранили. Для меня это идеальная возможность затронуть все, а вы не знали, что там это и это. Пользуем, да, но тоже интересно, подождал, пока он начал разлагаться, чтобы точно всем продемонстрировать, что я Бог, я это делаю. Иногда люди не понимают, почему Бог допускает в их жизни те или иные события, почему это так долго, почему Бог не сразу, недавно разговаривал тоже с одним парнем, ну, мужчина уже семейный, и он, как бы, так истинно говорил, я же прошу у Бога, я же не хочу там чего-то, там, знаете, богатства, славы, я бы хотел просто справляться с теми трудностями, которые сейчас есть, чтобы я мог кормить свою семью, чтобы я мог спокойно жить, я не собираюсь там гулять или еще как-то блудить, я просто хочу спокойно лечь спать, не переживая о том, что завтра мои дети будут кушать или во что они будут одеты, почему Бог не решит вот те проблемы, которые есть у меня в жизни, почему он допускает эти трудности, переживания, эти сложности, ведь у него есть сила это все решить вот так, щелчком одному пальцу, есть, конечно, но эта история, она показывает нам, что иногда Бог ждет вот эти четыре дня, иногда это нужно для меня, а иногда это нужно для кого-то. мне нравится, как Иисус здесь вот переводит плоскость веры, вы знаете, из теоретического знания в практическое знание. Вот ее беседа с Марфой очень интересно, она ему вызовет свои недовольства, высказывает все остальное, и говорит ему, Иисус, да я знаю, что брат мой воскреснет, последний день, при воскресении, мертвый, все будет нормально, Иисус говорит, подожди, я есмь в воскресении жизни, тот, кто верит в меня, он никогда не умрет. И дальше интересная вещь, и она говорит так, кто действительно живет в меня, тот никогда не умрет, да, Господи, я верю, что ты Мессия, Сын Божий, который должен был прийти в мир, то есть она свидетельствует, что Иисус для нее Мессия. Проходит время, Иисус подходит ко гробу, говорит, уберите камень, Господи, воспротилась Марфа, сестра умышла, там тяжелый запах, ведь уже прошло 4 дня, вы понимаете, то бишь, да, она знает, Иисус Мессия, он тот, который должен был прийти, но то, что этот Мессия может зайти в пещеру или вызвать человека из пещеры, где уже вонючий запах и где разложение, у нее это в голове еще не укладывается. И она слышит слова Иисуса, я есть воскресенье в жизни, да, 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 я верю, я верю. Но когда это происходит, она начинает, то есть ей даже в голову не могло такое прийти. То есть мы понимаем, как важно это событие было для всех тех самых близких, в первую очередь людей, которые его окружали. Вот даже здесь написано, что некоторые из них говорили, как он отверзал очи другим, а что не мог, чтобы этот не умер. То есть у них Мессия мог делать, скажем, исцеление, но не мог воскресить человека. И здесь именно Христос показывает. И посмотрите, как он это делает. Во-первых, это четко и ясно показывает. Он говорит, он просит отца, чтобы тот дал ему силу. И он что говорит? Лазарь, выйди вон. Это чисто про возглашение Бога. Понимаете? Человек так не может сказать. Мы знаем, как происходило воскрешение, да, даже в Ветхом Завете. Тот пророк лег, то еще руки возлагал, но здесь просто провозгласил. Точно опять же возвращает нас к творению, когда Господь произнес и сталось, когда это все таким образом. Точно здесь, потому что мы видим четко и ясно здесь, это именно тот Мессия, тот Бог, который когда-то творил. удивительным образом Иоанн рассказывая вот эти свои воспоминания, что он видел, как это было, как это произошло, он убеждает всех своих читателей или слушателей в том, что Христос это Мессия, Христос это Бог. И вот мы сегодня задавали вопрос, а как можно убедить современных христиан или читателей в том, что Христос все же был Бог, вот эти истории на это же и направлены. Спасибо большое, братья, за эти размышления, это было очень интересно. Я уверен, что на одной одиннадцатой главе можно было бы говорить часами, беря во внимание все детали, нюансы. И я думаю, что возможно когда-то мы будем говорить и именно на такие темы, на такие моменты обращать внимание. Но сегодня мы увидели главные. Мы еще раз убедились, как велик тот Бог, который пришел воплотить человеческое, для того, чтобы дать надежду и жизнь каждому человеку. А я приглашаю вас, друзья, самим исследовать эти книги, исследовать эти главы, вникать, углубляться, потому что тут действительно невероятная красота Божьей любви, славы Его и величия. И это укрепляет нашу веру, помогает нам идти дальше по жизни, не сомневаясь, даже если мы сталкиваемся с какими-то трудностями и переживаниями. Мы очень рады, что вы были с нами все это время, исследуя Священное Писание, и приглашаем вас и дальше читать, углубляться, размышлять над тем словом, который Бог оставил для детей на этой земле. Всего вам самого наилучшего и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова